Друзья, всем привет! Сегодня у нас подборка советов и хитростей, но полностью посвященных такому интересному инструменту, как заклепочник. Этот заклепочник у меня очень давно, пользуюсь я им незаслуженно, редко и редко где применяю. Поэтому я с этим вопросом решил разобраться, поискал в интернете, походил по дому и подумал, куда его можно еще применить. А теперь эту информацию я хочу поделиться с вами. Так что присаживайтесь поудобнее, а я буду начинать. Первая ситуация была со мной несколько раз. Часто ношу поясной подсумок для удобства работы, и со временем он начал отваливаться с ремня, если за что-то зацепишься. Все дело в том, что заклепки, на которых он держится, сильно расширили отверстия, в которые вставлено, и плохо держится. Я решил исправить этот недостаток с помощью обычного заклепочника, но для начала откусываю старые заклепки пассатижами. Заклепочник у меня вот такой недорогой, простой, но очень надежный, под названием вихрь. Также понадобятся заклепки и шайба. Важный момент – это установить нужную головку, подходящую под заклепку, которой будем клепать. Тут четыре варианта. Одна готова к работе, а три остальные вкручены в корпус. Их можно быстро заменить с помощью ключика, установленного в рукоятке. После этого беру заклепку, ставлю заклепочник и надеваю сверху шайбу. Сопоставляю на подсумке отверстия, которые должны быть скреплены между собой, и вставляю в них заклепку, на которую я также с обратной стороны устанавливаю шайбу. Далее просто свожу рукоятки один или два раза. Готово. С остальными отверстиями делаю так же. Такой ход позволит продлить срок службы моего подсумка. Соединение получается очень прочным, эстетичным, выглядит мне хуже заводского варианта, и разорванные отверстия уже не будут рваться дальше. С этим разобрались. Пойду почищу снег. Упс, моя древняя лопата, которая уже лет 10, все-таки захотела уйти на пенсию. А точнее улететь. Но все-таки, думаю, она рановато собралась, пойду починю. Да, видно уже не первый раз она так улетает, что аж саморез проваливается. Можно, конечно, немного повернуть лопату и сделать новое отверстие. Но можно будет просто воспользоваться заклепками. Так, тут еще одна проблема. Стерлась пару заклепок, которые держат пластину усиления. Непорядок. Заклепки тут какие-то специфические, но мы придумаем что-то и с обычными. Я взял самую толстую заклепку, так же через шайбу заклепал с обеих сторон. Получилось не хуже заводской. Сотрется, еще раз сделаем. Теперь осталось приклепать лопату к черенку. Из ручки выкрутил саморезы и тоже заклепал. Думаю, пенсию на лопате я отсрочил на несколько сезонов. А вот и ребенок принес свою детскую коляску, у которой слетает ручка на одной стороне. В голове у меня нет сомнений, чем я ее буду ремонтировать. Вот вам еще одно применение в копилку заклепочника. А что, получилось неплохо. Хотел уже выкинуть ботинки, у одного из них отвалилась скоба. И качественно зашнуроваться уже не получалось. Ну и как вы думаете, как ее присобачить обратно? Естественно, заклепать. Все по накатанной. Подбираем заклепку нужных размеров, а с обратной стороны не забываем про шайлу. Бах-бах и готово. Хоть и отличается по цвету, но вряд ли это доставит вам дискомфорт во время работы настройки, например. Зато будете хорошо зашнурованы. Есть у меня вот такая распиленная канистра. Я ее как-то сделал по-быстрому для переноса какого-то инвентаря. Просто распилил ее вот так посередине, но донышко оставил. И канистра открывалась, сгибаясь по донышку. Крышка тут как фиксатор. Но видите, какая щель? Это место никак не фиксируется. Емкость полезная. Решил немного модернизировать. Донышко допилил. Сбоку прикладываю мебельные петли и помечаю маркером будущее отверстие. Теперь, собственно, и делаю отверстие. И затем с помощью заклепочника, ну куда же без него, фиксирую петли, чтобы получился чемодан. Так, фиксирую крышкой и щель теперь в другом месте. Но я это предвидел, поэтому сразу подготовил что-то вроде чемоданной защелки. Бывает, покупаю подобные в хостоварах, если увижу. И, как видите, иногда пригождается. Также делаю разметку. Сверлю и фиксирую. Но с ответной частью получился интересный момент. Заклепка вставляется в отверстие, но головка заклепочника не может плотно прижаться к заклепке. И поэтому так заклепать не получится. Надо что-то подложить между. Я взял пару вот таких маленьких гаек, и они отлично помогли в такой нестандартной ситуации. Так что тоже берите нам вооружение. Далее заканчиваем клепать и собираем инструмент в ящик. Закрываем его, закручиваем крышку и закрываем защелку. Теперь конструкция монолитна и жестко зафиксирована. Можно носить и не переживать, что что-то может выпасть из ящика. Ну и последний случай. Не могу показать на крыше, так как уже лежит снег. Поэтому покажу на куски металлочерепицы. Когда утепляли фасад дома, на крышу ставили лестницу. И чтобы она не съезжала, прикручивали толстыми саморезами доску прямо к черепице. И упирались лестницей в нее. Но после работы оставались такие дырки, в которые обычные кровельные саморезы проваливались. Поэтому я просто взял только шайбу от самореза, которую я надел на заклепку. И затем клепаю отверстие в черепице. Получилось надежно и герметично. Друзья, на этом на сегодня все. Надеюсь, видео вам понравилось. И вы взять для себя пару идей, куда можно применить заклепочник. Или же, если у вас нет еще заклепочника, то подумали над его приобретением. Тем более, вот такой, как у меня недорогой, стоит 300-400 рублей. Если что, именно на него оставлю ссылку в описании под видео. Может кому пригодится. Ставьте лайк, если информация оказалась полезной для вас. И напишите в комментах, что еще можно заклепать этим заклепочником. Те, кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.